Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Оглавление. Предисловие. Введение. Песнь над костями. Глава первая. Вой. Возрождение дикой женщины. Ла-лоба. Женщина-волчица. Четыре раввина. Глава вторая. Выследить захватчика. Первая инициация. Синяя борода. Глава третья. Разнюхать факты. Возвращение интуиции как инициация. Кукла в кармане. Василиса премудрая. Василиса. Глава четвертая. Пара. Союз с другим. Гимн первозданному мужчине. Манауи. Манауи. Глава пятая. Охота. Когда сердце одинокий охотник. Женщина-скелет. Лицом к лицу с природой любви. Жизнью, смертью, жизнью. Женщина-скелет. Глава шестая. Найти свою стаю. Принадлежность как благодать. Гадкий утенок. Заблудшая зигота. Глава седьмая. Счастливое тело. Дикая плоть. Ляма-репоза. Женщина-бабочка. Глава восьмая. Самосохранение. Как обнаружить капканы, ловушки и яд в приманке. Одичавшая женщина. Красные башмачки. Глава девятая. Чувство дома. Возврат к себе. Тюленья шкура. Глава десятая. Чистая вода. Пища для творческой жизни. Ла-Ла-Рона. Девочка со спичками. Три золотых волоса. Глава одиннадцатая. Жар. Вернуть священную чувственность. Грязные богини. Глава двенадцатая. Пометить территорию. Границы ярости и прощения. Лунный медведь. Засохшие деревья. Глава тринадцатая. Боевые шрамы. Членство в клане раненых. Златовласка. Глава четырнадцатая. Ля-Сельва-Субтираняя. Посвящение в подземном лесу. Безрукая девица. Глава пятнадцатая. Выслеживание. Канта-Хонда. Глубинная песнь. Глава шестнадцатая. Волчья ресница. Послесловие. Сказка как лекарство. Приложение. Примечание. Конец оглавления. Посвящение. Дорогим родителям, Марии и Йожефу, Мэри и Джозефу, с глубокой любовью. И всем тем, кого я люблю, кто продолжает исчезать. Кроме случаев, означенных как примечание редактора, здесь и далее примечание переводчика. Все мы тоскуем по первозданному. Культура предлагает не слишком большой выбор противоядий от этой тоски. Нас научили стыдиться таких влечений. Мы отпустили длинные волосы и привыкли скрывать под ними свои чувства. Но днем и ночью за нашей спиной таится тень первозданной дикой женщины. Где бы мы ни ступали, эта тень крадется следом и, определенно, опирается на четыре лапы. Доктор философии Клариса Пинкало-Эстас. Чейен, Вайоминг. Продолжение следует...